знаете я очень рад вас видеть бывает ли у вас такое чувство не знаете почему но какая-то есть тревога как он без пригла поговорить поговорить як тревога то до бога я не знаю как у вас тут тревога до бога но когда сегодня в час ночи воздушную тревогу отменили я уже до бога обращался почти всю ночь не знаю не мог заснуть обратно то есть я заснул когда была тревога то есть я заснул тогда когда ее отменили я уже не спал не знают это наверное какое-то состояние безвыходное либо не знаю но знаете вот я здесь во время пославления так господь напомнил мне одно место я вас почитаю так это псалом сорок первый шестой стих чого душа моя ты сумуешь хочу за такое какое-то не тревоги вот тоски какой-то такой непонятным и чему ты мене не покоишься чему ты в покоишься маю надеяна бога боему буду шадякова ты за спасение его так почему душа ты моя уныла бывает такое чувство ты где-то их нормально вроде бы живешь а унылая душа или нет бывает да и дальше зачем сообщаешь беспокойство мне что ты мне толдычи чтоб все не так ну что ты мне беспокоишь душа моя да да нет что ты нервничаешь душа моя на помощь божью душа надейся до сих пор его спасителя моего я вас хваляю ты можешь мне говорит душа что угодно а я до сих пор еще буду славить бога знаете очень интересно одно из объявлений которые сегодня утром почитал на из этого проснулся саша мне с юля пишут вот наше чудо у них родилась софия до софочки почти 12 часов от роду можете его поздравить и мы поздравили мазутов саша юля поздравляем саша где-то там ходил да ну понятно что юля там а он здесь вот дорогие друзья дайте вот вам шалом из израиля от всех наших близких и родных тех кто вы знаете и может быть не знаете вам шалом от тани гулько и таня гулько мне так сказала на пальцем показала мне я вообще-то хочу чтобы вы его передали мой шалом общине я-то проконтролирую прямо в прямом эфире таня я подумал я вот я вот и подумал я когда высадился немножко так и подумал мне капришок такой как его передать этот танин шалом чтобы он был не в тюбике из-под крема как его передать вам но при но при всем этом и таня и у нас марина и лена они и от нас татьяна вам сердечный шаббат шалом сердечный таня я передал ты видишь там напиши что ты слышала а то еще обвинять что я не передавал ничего тяжело принять где она ну где она да вот где она вы знаете мы говорим шаббат шалом мирно субботы ну так это как мирной ну как мирно вообще-то с тем что происходит в этом мире этот абсолютный цурис да такой что происходит вообще-то на планете земля что-то не так мы когда живем и думаем что с этими людьми не так они вроде бы как дима юткевич любит говорить сидят на попе ровно и у них всего что-то болит голова да но при этом всем всемирном балагане мы желаем друг друга мирной субботы ну это не театр абсурда понимать это как бы то что происходит у нас что происходит у них мы друг друга желаем счастья вам до субботы но понимаем что какой мирной субботы если все летает гремит бомбит звенит и не перестает молчать сирена но при да ну да рыба говорит ну как я говорю шалом потому что это не театр абсурд это реальная наша жизнь четверг то есть несколько дней назад тут два дня назад вечером я ездил черноморск и хотя мне сказали как бы мне уже звонили там чтобы во все порядке как бы я говорю у нас все порядке где-то гремела не знал где приезжаю мимо чтобы вы понимали картина маслом есть такая старик печали я проезжаю мимо поезд вернее моста на котором есть на сверху перевозили вагоны переставляли там их как бы там специально платформа их где-то там переставляли и вот там усталый этот старик электропоезд разбитый стоит и конечно же на как нам сообщают они бьют сверх и сверх точным оружием мирным оружием но сверх точным вы понимаете да это так странно звучит что-то атаки по мирным городам они пытаются разрушить нашу инфраструктуру чтобы нам от этого было плохо ну скажите если вас бьют вы останетесь дома если вас сильно бьют это что если бьют и уважают понимаете да что это будет это чувствует очень интересно печальная картина войны но для меня знаете вот я проезжал мимо то еще один еще напоминание не пристанно молитесь за все будьте благодарны и не пристанно молитесь кто его из вас благодарны за все 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 считать начали поднимать руки а так а так не спросите не не спрашивайте мы ничего вам не скажем но знаете за все благодарны и эта картина на самом деле когда проезжал мимо этого разбитого электропоезда да там прямо он на эстакаде все закрыто я думаю нам нужно молиться непрестанно молиться всевышнему не только о нас но в израиле этот балаган который проходит там эти угрозы эти желания уничтожить евреев вы знаете она печально заканчивается тех кто хочет уничтожить не жалко и потому что бог я я благословлю тех кто благословляет тебя а те кто проклинаю те всякие я их и просто не поцелую за это и как бы не хотели враги израиля что-то сделать самое худшее что можно было сделать убедить бога с нашими поступками нас россии когда у нас россии а потом сказал а я вас и соберу соберу со всех стран я вас соберу в эрес израиль как вы думаете сколько уже евреев сегодня живут эрес израиль 10 миллионов уже 10 нас всего в мире вы там 18 кажется ли 19 а уже большая половина из нас живут уже где в израиле на этом маленьком клочке земли ужас кошмар но знаете у бога есть всегда для нас обетование обетование что он будет всегда с нами и он никогда на что не покинет ну за что нас покидать каких красивых хороших правда мы же любим богом и вот в этом театре абсурдов да приходит на память местописание с филиппийцем 4 7 а мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши помышление вашего вешуа миссии вот в этом театре абсурда где люди говорят мы мирным оружием начинаем ищу жать из структуру чтобы вам было плохо мы думаем о же боже мой но кто этих людей вылечит и бог говорит я мир божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши помышления ваши вешуа миссии а что его какие его помышления дать тебе будущность и надежду будь я дам вам будущность и надежду его в желании чтобы у нас была надежда а надежда как говорит писание нас не постыжает нам нечего стыдиться друзья когда мы возвращаемся возвращаемся домой с наших поездок мы с татьяна переживаем определенные чувства которые сложно передать но для чувствов которые каждый из вас тоже переживает наверно каждый возвращался домой да это чувство благодарности богу чтобы дома как говорят гостя хорошо а дома лучше чего что вас был лучше порядок там у вас полный холодильник у вас там какие-то гостях иногда лучше мой отец любил говорить лучше ходить богатым людям они хотя бы тебя на корме да вот и однокомен с какими-то изыскими они хотят похвататься но ты чувствах удовлетворения до бедного сложно ходить нужно ходить уже с подарками к ним а вот богатым это на интереснее да вот я отступление такое но чувство чувство вот что ты дома неописуемый мир по приезжайте домой думаешь ух хорошо через три часа все равно хорошо некоторым людям когда вот мы ездим на херсон и надо на те места где на на остров да мы говорим что вы не уезжайте наши же люди могу ничего не уезжать куда бомбят и шо но это же дом это чувство мы не можем передать чувство дома неописуемая радость возвращения соответствует чувству безопасности несмотря на все эти ситуации ты возвращаешься домой и приходит какой-то мир я знаю что у нас и сегодня есть переселенцы с разных стран но если вы уже прожили в одессе немножко времени вы чувствуете что одесса уже чуть-чуть ваш дом вы приезжаете это мир псалом 117 говорит этот день сотворил господь будем радоваться и что а почему не в нем не днем а в нем в этом дне нужно веселиться сказать ну шо вы это самое какая радость в это время вы были на вы слышали этих взрывы вы видели это все происходящее визит балаганка чему радоваться я бы не знаю чему радоваться но писание говорит этот день сотворил господь даже если там бабахнула но этот день он есть его не может быть он уже есть и чем ты можешь изменить день чем мы можем изменить ту переправу тот мост этот макдональдс если он разбитый да и что-то происходит чем можем уже изменить сказать господи спасибо что ты взял деньгами или нет как говорят мы все исправим и все от ремонтируем мы все восстановим дайте нам просто время и победу а чтобы получилась победа нам нужно ее видеть нам нужно радоваться что бог дает нам эту надежду знаете вот мы уезжали и люди в кормеле не уезжать оставайтесь мы хотим вы остались с вами так хорошо говоря без нашего плохо нет с вами лучше вы меняете атмосферу я думаю неужели мы как люди можем поменять атмосферу как это возможно вообще менять атмосферу я задумался и думаю возможно возможно как личности которые знают что бог милости благ и он долготерпеливый к нам а еще бывает очень любезный к нам да он дает нам надежду и мы все-таки можем перенести эту атмосферу ваши дома ваши работы где бы вы ни были куда бы вы ни ехали но все этот мир это чувство перед богом она открыта и люди читают это это и как я уже читал мир божий который превыше всего да он соблюдит ваши сердца то есть если мы пришли с миром то с миром что нас и могут не принять а если вас не принимают вашим миром оставьте этот мир видеть торта киевского потому что вы уже его не кушаете он жирный сильно но им оставьте они подумают ого хорошо возьмут скушает им понравится и вас примут опять обратно с миром потому что хотят еще один торт в основе мир когда мы говорим слово мир как вы сказали на иврите как она звучит шалом слово шалом состоит из трех букв это шин ламет мем и шо ничего вам это ничего не говорит если вы были бы вы в семитских территориях то есть там где ближний восток оно означает полноту наполненность и здоровье также это слово шалом означает мир между двумя сущностями например бог примерил путем его своего сына нас ним бог примеряет то есть не не одевает не примерочная а мир составляет между нами и им через еще миссии мир между двумя сущностями это мир внутренней то что внутри нас слова шалом используют также как качество общения приветствия шалом 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 до свидания и целом шалом быстро-быстро да я ля 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 быстрее быстрее аналогично апостол павел пишет посланием к рельным царство божье не сводится к еде и питью сказать и подождите все наши праздники сводятся к одному делу покушать как нет но чтобы этот праздник был у нас должны несколько вещей произойти она выражается в праведность праведной жизни мире и радости которые даруют нам дух святой послание к римлянам мир и радость фактически как брат и сестра не разлей вода нет мира нет радости есть мир есть что не за что веселиться я убежден когда наступит мир мы будем дуже долго радоваться на наших улицах еще будет тот праздник поверьте но радость тут особенное чувство связано не только с настроением хотя вытекает из результата вот это мира то есть событий радость вытекает из обстоятельств из чего-то особенного до сегодня утром саша вырезал свою радость через обстоятельства рождения софии мы скажем мазал то хорошо семян то дайте немножко времени ты не знаешь на что это время одеть потом где она дайте поспать дайте поесть дайте еще что-то думаю что но радость из обстоятельств вытекла и все его поздравили мы все его как бы поддержали не печальтесь ведь господня радость наша сила не имея 8 10 мы часто поем по песню радость господи что это только песня понимаете да но местописание которое мы используем на чем мы опираемся это не имея 8 глава 10 стих не пить не печальтесь что делать не просто радость господи сила моя а сначала нужно что сделать оставую печаль то есть больше говорил что-то мое сердце моя душа мне напоминается печали оставить я буду славить бога каким образом оставить печально же славить бога и когда бы ставим бога приходит радость и это радость становится нашей силой но исаев 40 главе 31 стих говорит об обновлении сил то есть он говорит вместо писания такое 40 глава 31 стих исаев а надеющийся на господа обновиться в силе когда будет обновиться как будто было что-то потеряно или нет или ошибаюсь если обновляет шины на колесах это не нарезает новые протекторы обновляет то есть он взял эти выкинул взял другие да или что если обновить масло в картере или еще что-то а если еще пищу которого немножко протухла ее надо обновить холодильник наполнить чем-то чем-то наполнять то что-то истекает и что-то нужно пополнить исаев говорит надеющийся на господа обновиться в силе поднимут крылья и так расправим крылья вот ведь тишина кто-то говорит по обрубаем быстро не летайте высоко да и кара уже все икнул он уже свалился и как орлы под потекут я не знаю куда плыть потекут а что значит потечь или побегут потекут и не устанут пойдут и не утомляться может побегут наверное как как ручьи и не устанут пойдут и не утомятся но знаете интересная вещь что еще говорит говорю вам друзья мои радость моя вас пускай будет что совершенное сие сказала вам да радость моя вас прибудет и радость ваша будет совершенно то есть не нуждающие в коррекции другими словами каждый радуйся как может моя радость не ваша радость моя радость отличается от вашей может быть восклицание кто-то может быть просто так улыбкой кто-то вообще подпрыгнуть может да если я подпрыгнуто наверное как бы будет сложно они меня поймать да это моя радость но это не моя моя радость это не ваша радость но выражение всегда должно быть настоящие усталость и бессилие приходит тогда когда мы думаем что бог нас не нас нам не отвечает и нам нужно все делать самим бог не только сам не не устает вообще веселиться радуется небеса он еще дает силу всем тем кто надеется на него приходит иногда усталость от того что ты думаешь что ты делаешь сам тебе нужно сам у себя делать почему нам нужна радость почему радость это такой инструмент который очень необходим верующим человеку не просто смех без причины признак мессианской общины это то есть это не должно не в этом смысле а вот именно радость господи она имеет сущность себе жизненного потока почему нам нужна радость радость перед богом подкрепление для нас она подкрепляет нашу надежду подкрепляет тому что так плохо не будет всегда надо посмотреть туда где будет хорошо и на обновить свою радость именно будущее сила нужна нам для того чтобы бороться нам нужна сила чтобы бороться самом важно бороться с самим собой победить себя свою лень свою как бы незначимость кто я такое что я такое как бы самый младший помните как гидеон вообще что с нами происходит я вообще-то как бы самый маленький самый ничтожный с самым ненужным или самом маленьком колени если бог со мной или с нами то что происходит ноги так как думают если бог с украина так что происходит отчего мы терпим столько и бог говорит ничего со своей силы которая у тебя есть иди куда куда идти что происходит у нас сила нам нужна для того чтобы бороться есть сегодня популярная мы сегодня все пытаемся сказать бороться побороться бороться побороться вам бог помогай а или надо бороться с нами бог побороемся по нам шо бог помогает послушайте это радость перед богом подкрепление для нас мы призваны подвязаться добрым подвигом веры мы призваны с вами подвязаться добрым то есть настоящей верой что бог нас не покинуть не оставит что он с нами это обещание его что мы можем положить все наши трудности переживания на него и верить что он заботиться о нас друзья дорогие если мы думаем что мы сами себе обеспечим себя мы ошибаемся если не будет одного второго третье мы говорим если не будет работы а бог может дать нам работу случайности у бога не бывает не бывает мы иногда разочаровываемся но нам нужно культивировать себе эту радость в боге и ощущаю часто что многие люди в теле мессии устали бороться этим добрым подвигом веры мы устали устали вообще бороться против всякого хамства против всякого бессюганство всякой коррупции всякими словами всякой информации мы мы забыли что у нас есть вера которая как письмо который люди читают знаете как сказать больные люди лечат больных людей это странное сообщает чувство но если мы здоровые мы должны давать людям ту надежду что все может измениться все может измениться посланник филиппистам 4 4 сказал радуйтесь всегда в господи еще раз говорю лыбкись или нет радуйтесь как часто нам нужно радоваться 70 раз по 70 или 7 раз по 70 день слова всегда видели таких людей которые постоянно дурная у них улыбка чё ты лыбишься ты разговариваешь а он такой вот это послание к филиппийцам 4 4 радуйтесь всегда говорю вам радуйтесь радость всегда нужно понимать таким образом чтобы если радоваться всегда описание это значит что ее можно как-то утерять кто из вас сериал ряд радость я терял радость это не знаю что я как бы не нашел но радость она не всегда она постоянно да но при этом писание говорит нам радуйтесь всегда почему вы не можете использовать радость которая была вчера вот я вчера обсуждали что-то делали да ваня был очень рады очень рады сейчас он сидит и рассмышляет не сильно рады он не может воспользоваться вчерашним радостью сегодняшней радостью потому что сегодняшняя радость должна обновиться сейчас слышите меня нет мы не можем радоваться вчерашними или те радостью которая была у нас неделю назад радость которая была у нас прошлой неделе не может дать нам силу на сегодняшний день вспомните у вас было хорошее настроение позавчера это дает ли силу на сегодня поэтому радость нам нужно обновлять радость благодать и милость должны обновлять каждое утро нам нужно искать ее нужно наслаждаться этим присутствием радость даст нам силу сегодня только ту силу которая нам на сегодня нужно именно поэтому важно радоваться как писание говорит всегда на каждом разе но бог сказал радуйтесь только хотите радоваться нет или радоваться всегда или бог сказал нужно только радость когда хочется радоваться не навсегда всегда радуйтесь то есть важное предупреждение описание библии есть очень интересные мимо моменты если вы услышите о чем я говорю танах да когда бог дает законы царозаконии если через интересный стих 28 главам 47 48 стих зато что ты не служил господу богу твоему с весельем и радостью сердца радостью сердца при изобилии всего того чего и вас есть будешь служить врагам твоему который пошло на тебя господь в голоде жажде наготе и во всем недостатке он возложит на шею твою железное ярмо так что измучен будешь то что измучит тебя я почитаю еще один перевод и специально посмотрел так как ты не служил господу богу твоему богу с весельем радостью во время изобилия то в голоде и жажде в наготе и страшной нищете ты будешь служить врагам который господь пошлет на тебя искать это шоу что это за ситуация сейчас это же связано с россией я не говорю с россией или какими другими у нас есть враги и близне и дальние да у нас есть и внутренние враги как бы так далее есть моменты я хочу сказать момент один очень простой бог говорит если ты не будешь служить господу богу твоему с весельем и радостью с весельем мы 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 служим танцуем улыбаем хася хорошие песни поем что-то мы делаем а теперь это веселье это то что бы сердечное состояние а дальше с радостью когда с радостью всегда и вот это состояние радости для нас очень сложно помните я привел пример когда вы приходите домой или нет помните да вы приходите домой несмотря на то что ваш дом может быть небольшая квартирка хрущевки соседями возможно у вас и как бы коммуна с тараканами с пьяными соседями но приходите домой после тяжелой работы и ты говоришь я дома такое радостное состояние свит хом да это чувство такое протянуть ноги лечь и отдохнуть улыбка появилась я дома бог несомненно знаешь что мы не всегда хотим радоваться поэтому усталость приходит а радость должна у нас быть всегда но нам важно радоваться всегда для того чтобы у нас была сила бороться бороться с ситуациями с которой мы сталкиваемся якоб говорит 1 глава 2 стих с великой радостью принимайте братья мои когда впадаете в различные искушения слова искушения честно всего и сколько сколько как испытание а испытание она бывает раз искушение как бы это желание то есть когда тебе приходит искушение что-то ты что-то сильно хочешь великая радость это не несчастье а наоборот не несчастье великая радость это не чувство удовлетворения просто счастьем потому что вот слово счастье оно буквально означает выпавшая человеку хорошая доля благоприятный жребий так если посмотрите в словарь какими словами счастье это выпавший случай случай но послушайте следовательно этому высказываю счастье основано на тем что случайно приходит вашу жизнь поэтому говорим я счастливый человек потому что что-то произошло что-то выпало тебе как случай я сейчас счастлив но радость совсем другое чувство это не это не чувство счастья бог говорит что нам нужно радоваться при всяких обстоятельствах которые проходят мы в этой жизни когда отказываются тормоза ты врезался в столб и то есть слава богу слава богу что так ты радуешься что слава богу тогда вася же понимать потому что несколько раз отказывали тормоза на пути да когда у тебя болеют дети нам нужно по научиться радоваться когда бы у нас нас увольняют с работы увольняют были такие случаи когда люди огорчались что их вынули с работы а потом эту в эту работу прилетал снаряд сначала расстроили что выгнали а потом надо начал радоваться что снаряд пролетел мне нет ты думаешь радость потому что снаряд прилетел и ты тебя там не было да вот момент такой и это бывает случае самое сложное когда муж или жена плохом настроении а тебе нужно радоваться я скажу это уже величайшие испытания это наверное скорбь скорбь великая скорбь которая написана в откровении да как нам радоваться когда твой муж или твоя жена не в хорошем настроении ты только улыбнулся что ты лыбишься но настроение знаете какое должно быть слава богу что проявляются эти чувства потому что без этих чувств нельзя понять что вообще человек хочет почему апостол яков считает что подать в искушение то величайшая радость потому что радость дает нам силы бороться с теми искушениями которые хочет и проявить радость в боге где хватайся за него он дает тебе силы побороть те слова которые ты хочешь жене сказать что ты хочешь сказать своему начальнику который тебя уволил дети которые болеют не хочу не слышать не видеть не дети вырастет быстрее как ты в боге это все временно это не постоянно будет они вырастут и уйдут из тому слава богу как бы ты находишься с тем с кем бог тебя соединил научиться праздновать шаббат в этой радости когда все это вот в мире происходит я понимаю что только бог может дать это чувство радости и вот другой никто не может дать и ты терпаешь силы то есть наберешь силы когда ты приходит эта радость боги я продолжаю терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка такими словами это все происходит чтобы твоя радость проявилась ты черпал силы побороть и чтобы это было в правильном русле мне нравится вакуум мы все читали вакуума да там величайший тоже пророк 3 глава 17 стих все это помнят хотя бы не расцвела что у у нас смоковнице нету поэтому можно печалиться ничего страшного в украине нет или наоборот смоковнице если смок у нас уже есть уже растут в одесской области все одесситы нет причины то есть не читать этот местописание хотя они на одессины не расцветет смоковнице не будь плода на виноградниках лозы то есть у нас и виноград и если смоковнице да если маслины на не дикие но они есть такие и маслина изменила нива не дали пшеницы хотя бы не стало овец загони рогатого сказал у нас все есть друзья то что написано все же есть и он говорит если даже этого всего не будет а он про похоже у него проблемы были что у него этого всего нету оного и следующее но и тогда даже когда всего этого не будет что он говорит я и тогда радоваться о господи и веселиться не просто радоваться а веселиться о боге спасения моего он делает между прочим опору на то место второзаконник который я зачитывал помните до этого если ты не будешь веселиться при господом радостью господом богом твоим то есть служить ему в радости если не будешь это все делать даже ничего этого не будет как бы проклятие пришло мою землю до но при этом вот я несмотря на все я буду радоваться и веселиться он собирается радоваться потому что господь бог его сила он предпринимает действие ничего нету знаете как дайте зачитаю примерно что он говорит современной интерпретации для нас те кто на поле не пашет сады не сеет и на комбайне не ездит хорошо можно можно не буду колхозников да вот авраам львович вы случайно не шахтер я специально не шахтер хотя бы моем холодильнике не было изысканных продуктов а на счету не было много денег хотя бы моё физическое состояние ухудшилось и боль в суставах сильно усилилась хотя бы мои дети были зависимы а моя жена не ценила меня то и тогда я буду радоваться о господи веселиться о боге спасения моего современная интерпретация того чтобы пророк говорил для тех кто в одессе живут не те кто в германии или израиль это только для нас нас он говорит я радуюсь потому что у него есть источник моей силы давайте еще посмотрим несколько мест писаний исайя 12 глава вот бог вот бог друзья там бог вот бог спасение мое уповая на него и не боюсь ибо господь сила моя пение мое господь он был мне во спасение и дальше есть интересное место в радости будем подчерпывать воду из источников спасения исайя говорит подождите секунду вот бог он мое спасение считаем что бог наше спасение без него без его жертвы у нас не было бы спасения правильно я уповаю на него и не боюсь что мне сделать человек если со мной бог ну синяк набьет там как бы украдет кошелек что больше может сделать хоть не бойтесь того кто да может что ты душу тело вверх в пламя между прочим это не обеса говорят это боги а потом в радости будете подчерпывать воду из источников не один источник а множество заметьте это множество источников когда вы получаете спасение вы унаследовать и множество источников каждый источник на полу уникальным благословением ведь никто же не рождается сразу женатым или замужнем или а где-то увидел у вас есть источник будущего вашего счастья вашей радости вашего утешения это жена или муж наслаждайся твоей второй половинка в дни юности твоей старости уже сложно надо уважать когда наслаждайся никто не рождается сразу с детьми родился я еще мои дети моей мамы стало уже 10 человек сразу не 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 сможете это делать поэтому у каждого когда мы именно вот имеем в боге наше спасение открывается различный источник из которых мы должны или начинать именно черпать радость один источник может быть исцеление мы все попадаем к этой ситуации где нам нужно исцеление мы должны черпать это исцеление другой источник может быть победа над какими-то с привычками злыми плохими или хорошими даже хорошие но не неприятные третий может быть здравый ум кому-то нужен нам нужно писать о библия говорит просите мудрости пускай к человек просит черпаем это из источника это этой мудрости но знаете чтобы черпать нужно иметь силы источник семейных отношений из его нужно черпать наслаждаться писание говорит что радость это моя сила одна история при заканчиваем длинная длинная история бытие 26 глава там 11 стихов я не буду всех записывать но эта история и цаха и цах возвращая возвращается фактически он он не только скотовод не только пастух он еще и земледелец написано исак возделывал на той земле поля и в тот год собрал богатый урожай урожай ибо господь благословил его кто благословил и он собрал но он потрудился немножко без труда не вытянешь из пруда невозможно без труда ничего нельзя сделать но бог благословляет дело рук твоих и когда он это получает нас как бы становится богатым человеком он разбогател богатый был аж страшно было людям он страшно был богатый что все сказали подожди он усилился история так таким образом что он возвращается иначе видит все колодцы своего отца засыпанными помните да он их начинает откапывать колодцы отца и от и называет их по именам но кто закопал эти колодцы как вы думаете филистимляне то есть это территория газа если посмотрите исторически самсон откуда снял ворота я понял библейский урок с газы точно с газа не 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 пром газ и понимаете да и низ как там еще газпром газпром попробуй с ними ворота хотя до этого можно еще долететь сегодня как те кто палестинцы говорят да филистимляне закидывали эти эти колодцы они засыпали и завалили землю и все колодцы которые за много лет до этого выкопал авраам со своими слугами авимелых сказал из исаку уйди от нас ибо ты сделался намного сильнее назвать достал ты уходите все евреи их там немного было потому что это уже наследие я авраама и тут исак ушел вырыл еще один колодец и назвал это колодец как раз была живая вода начали спорить он уходит опять еще один делает и еще один делает и наконец-то никто не претендует на этот колодец и он говорит все колодец которого нашел уже никто не спаривал поэтому исак называет его раховод сказал наконец-то господь нашел на место где мы будем размножаться и преуспевать то есть мы будем увеличиваться оттуда исак пошел в вирсавию ту ночь господь явился ему сказал я бог отца твоего авраама не бойся ничего ибо я с тобой я благословляю тебя и сделаю великим твой народ я сделаю это ради слуги моего авраама бог исполняет обетование авраама исак соорудил алтарь на том месте и поклонился господу он поставил там свои шатры и его слуги вырыли колодец все как бы кажется все уже колодец готов нужно силы чтобы что-то вырыть нужно силы где черпать эти силы в радость он пришел колодцы которые засыпаны он с радостью их от выкопал почему потому что это были его отца колодцы а те горят не 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 уходи отсюда хорошо пошел другой колодцу опять там засыпано будет я это на трою не нужны силы а где взять у бога он с радостью это сделал потому что было на его чувство что это обетование его это очень важно приходит обе мелах и говорит из и и и и и и цак ему говорит зачем вы пришли ведь раньше вы не 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 были мне друзьями и даже вынудили меня уйти с нашей земли теперь мы ясно видим что господь с тобой после всех ваших трудов изнурений вас выгнали вас преследовали вас обвиняли в что-то вам что-то говорили но приходит мы видели что ты все это делал так классно так радостно с такой надеждой у тебя много сил мы поняли тебя же ничего не сокрушит ты радостно встречаешь эти трудности переживания откапываешься поэтому никто и но как бог с тобою вот но вы жми не друзья но мы смотрим написано что они тогда заключили мир каждый ушел по своему направлению тот день исаак пришел слуги и сказали нашли мы воду в колодце которые они копали исаак назвал этот колодец шива шива да и это начало города бершева это недалеко от территории где уходил возможно вы сегодня болеете ваш враг засыпал ваш источник исцеления потому что обетование оно есть как филистимляне которые боятся боялись исака они засыпали все дело тоже боится вашего состояния боге вашей радости которые в боге ваша надежда которая только в боге и всякими сомнениями всякими может быть так еще искать трудными как бы обстоятельств засыпает ваш колодец исцеления скажите пожалуйста у вас есть силы его откопать без радости в боге как бы вам не нужно было это делать вам все нужно иметь радость чтобы откопать от колодец возможно вы обеднели когда вы были хорошим бизнесменом все было когда-то дьявол напомнился засыпал ваш колодец бедностью можно ли вот копать и назвать этот колодец обеспечение моё можно вам нужны силы и силы их эти можно принять только от бога возможно вы испытываете страх беспокойство депрессию и здесь вам нужен источник под названием обновленный разум вам и мне нужен обновленный разум в боге но это нам нужно делать радость не расстраивайтесь не сдавайтесь дьявол может атаковать нас и в конце концов он же князь мира сего да на библия очень четко говорит противостоянте кому жене доктору вашему работодателю можете покрасить ему кулак или описание противостояние кому дьяволу врагу потому что он искушает вас сдаться он искушает вас сделать выбор который не в вашу пользу писание говорит он убежит от вас радость от духовная сила которая находится внутри нашего человеческого духа оттуда нужно черпать зато не может пасть нас найти вот нашу душу ухватить по жена не нам предложить она прижит богу может повлиять наше тело как он сделал с иова а бога в этой души его не трогай внешне можно получить все как всякой дайте вот нападки но нас на самом деле наш дух он свободно он искуплен и если мы свободны и поскольку он не может нам повредить нам нужно против противостоять ему и начинать открывать наши источник который засыпал дьявол если вы утратили вашу радость то это временное явление вы сами ее и найдете никто не будет вам ее находить никто и шуа говорит я оставляю вам как бы заповедь радуйтесь радуйтесь еще раз говорят найдите этот источник если вы будете хранить вашу радость и находить ее каждый день малых вещах вы сможете найти источники которые будут неиссякаемы как и исаак наконец-то нашел этот источник искать теперь мне никто не будет домогаться да я бы хотел чтобы сегодня помолились о радости и висели пред богом я верю что поклонение является одной из счастью где мы превозносим бога который помог дает нам силы мы радуемся в боге который дает нам силы противостоять тем ситуациям которые в нашей жизни сложились несмотря на все бомбежки ситуации нам нужно найти эту радость не не улыбку просто искать все будет хорошо а вот тот стержень внутри нас который говорит мой бог моя защита мог бой бог мой является моей а вот источником моей радости он мне даст силу преодолеть любые искушения любые сопротивления любые тревоги любые ситуации я в это верю поэтому сейчас встанем наши ноги и помолимся каждый знает как молиться вас вам я думаю что вас не нужно вас учить молиться если вы не знаете спросите у бога это уже есть молитва но я верю что сегодня у нас критическое время где всяческий дьявол хочет как челестемляне засыпать наши источники ситуациями проблемами низ даже может быть докторскими выводами да возможно экономическими какими ситуациями давайте воспрянем нашим духом и найдем в цепи эти силы который подчерпаться через радость чтобы раскопать то что засыпано дьяволом нашим врагом история они как бы бывают зеркальными они не повторяются в точности но не зеркально отражают то что было тогда исаак спросила те кто пришли к нему чего пришли мы же не друзьям когда дьявол приходит ты можешь просто бы сказать что пришел мы же не друзья вы знаете что вы слышали услышали то что сказали писаку при всем том что я тебе наделал болезни выдали с работы нету денег может быть а тащит зависимость это еще это только тебе в том теле наделал ты не сдаешься все находишь себе причину радоваться в боге веселиться поэтому с тобой бог чтобы не делал диста прошу не заключайте с ним сделки и невозможно договариваться он отец и лжи повающий на господа не постыдиться и в этом мире не будущее это нас с вами один ответ господь сила моя надежда моя уповая на него и не постараюсь вся жизнь моя в твоих руках поэтому я просто поставил тебе хвалу наслаждаюсь тобой уповаю на тебя и наслаждаюсь ты святой и нет другого бога возрадовался давид пишет я возрадовался когда мне сказали пойдем в дом божий чего сами ходить чего не молиться напоминать эту другу пошли на молитву пошли на молитву пошли на молитву вы сказать о напомнили мне тут вас радость поднимается я знаю кому я помолюсь оба спасибо тебе что нет другого бога нет другого бога одни уповая на колеснице танки бмп или бмв на всякие колесницы из железа а мы уповая на господь от не уповая на людей мобилизацию и скредитацию китайских людей на других а мы уповая на бог поэтому оба ты сказал своему народу радоваться веселиться твоем присутствии просто вот понять что мы в твоем доме что даже если трудно тяжело мы приходим и говорим я дома так классно господи давай встретимся давай поговорим больше спасибо тебе что это возможно каждый шаг каждый миг с тобой вся моя жизнь твоих руками а и а и и и